Проект бюджета членом общественной палаты представляла заместитель начальника финансово-казначейского управления Раиса Анашкина. Главный финансовый документ района был ранее рассмотрен на совете депутатов и в общественную палату поступил уже с учетом полученных замечаний и дополнений. Как я понимаю, сегодняшнее заседание общественной палаты можно уже назвать началом или первым днем публичных слушаний. Я бы так сказала, потому что официально публичные слушания назначены на 13 ноября. Расходы – это неотъемлемая часть доходов. Как мы с вами, мы же не принимаем решение купить что-то, не имея денег в кармане, правильно? Сбалансировать бюджет можно двумя способами – сокращая расходы или увеличивая доходы. В ходе заседания общественники предлагали и то, и другое. Председатель районного совета ветеранов Николай Якушев попросил выделить дополнительные средства на уникальный мемориальный комплекс в деревне Хомяки под Кубинкой, где захоронены советские солдаты, защищавшие в 41-м Москву. Проект его реконструкции стал победителем на областном уровне. По нашим подсчетам надо будет установить как минимум пять плит на каждой плите по 90 фамилий. Ну, естественно, весь этот комплекс переоформить и сделать это место, конечно же, значимо не только для Денцовского района Московской области, а для всей России. Потому что все 58 регионов, куда мы обращались, они занесли в книгу памяти своих земляков, выбили на стеллах. И вот мы видим свою задачу, чтобы эту работу завершить. Это будет, поверьте мне, беспрецедентный случай вообще военно-мемориальной такой работе. Я хотел бы вас, коллеги, попросить поддержки, значит, в этом Афиноправлении понимания и выделить на эту работу 1-2 миллиона рублей. Миллион двести тысяч. Прозвучали предложения и о путях наполнения районной казны. Эти дополнения будут проработаны на уровне финансово-казначейского управления и, по возможности, учтены в окончательном варианте бюджета, который 13 ноября будет вынесен на общественное слушание. Одним из ключевых пунктов заседания стало обсуждение публичного доклада общественной палаты о нарушениях земельного законодательства в Одинцовском районе. Общественная экспертиза у нас проходила на основании земельного кодекса. Была целая методика разработана, по которой это проходило. Это, безусловно, анализ нормативно-правовых актов. Это анализ тех документов, которые представила администрация района. Это анализ космических снимков. Это анализ с выездом на место и изготовлением фотоматериалов. Это анализ выписок из единого реестра прав. То есть целый комплекс работ, по результатам которого общественная палата приходит к следующему выводу, что в результате вот этой экспертизы выявлено 125 фактов нарушения земельного законодательства. Члены палаты приняли решение направить результаты доклада для ознакомления губернатору и главе района и в другие инстанции, в чью компетенцию входит контроль за исполнением земельного законодательства. Также в ходе работы был назначен руководитель аппарата общественной палаты, обсуждены вопросы организации экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив и созыва районной конференции по вопросам общественного контроля. Петр Горохов, Константин Королев, телекомпания «Одинцова».